Так, ну что ж, поехали, вы мне выслали домашнее задание. Сейчас я вам поставлю ещё демонстрацию экрана, мы с вами посмотрим, что у нас с вами получилось, и идём дальше. Да, вот это... Да, вот, отставляем, да, вот. Намили мы налимо, лениво ловили, Меняли налимо, вы мне налиня, А любви не меняли, вы мило молили, И в туманы лимана манили меня. Ага, это мы с вами, получается, тянем канат, правильно? А последнее, это да. Да, отлично. Самое последнее, там предыдущий ещё ролик, да. Да, молодцы, Вадим, но зачастую, если вы пишете дома видео, то в таком случае, в принципе, там сложного ничего нет, у вас обычно зажимов не будет, если вы ещё стоя будете записывать, то легче будет. Когда вы приходите в звукозаписывающую студию, да, сейчас объясню ещё одну вещь, вы всё равно будете стоять, то есть микрофон будет перед вами, вы будете стоять, там не будете сидеть. Вот, это первое. Второе, смотрите, когда вы записываете стоя, ноги ставьте всегда на ширине плеч, тогда мозг понимает, что опасности нет, что ему легко, и он свободнее начинает себя чувствовать, вы свободнее говорите. Вообще, всегда лучше стоять, разговаривать по себе, стараться ставить ноги на ширине плеч. Я соглашусь с этой теорией, что тело тоже наше что-то запоминает, и оно тоже своего рода, знаете, это некий такой отдельный организм, скажем так. Потому что я две методики изучала, и через тело, и через Станиславского, поэтому вот всё время вы даже себе поможете, вот есть даже такое, да, улыбайтесь, вот так вот, держите 30 секунд у них, и у вас вознимется настроение. Вот, это почему? Потому что тело наше, вот эти вот мимические морщины, когда мы улыбаемся, оно запоминает, и поэтому, соответственно, у нас поднимается настроение. Как у ласкового князя Владимира пированье шло, шёл почётен пир, на бояр князей добрых молодцев. На пиру-то все порас хвастались, Один хвастает золотой казной, другой хвастает, что добрым конём, Сильный хвастает своей силой, Глупый хвастает молодой женой, Умный хвастает старой матерью. Поздравляю вас с победой! Вы написали там, какой из меня рэпер, да? Да, да, я могу вам показать ролик, вот исполнителя, которого я пытался, ну, я думаю, что ничего общего, конечно, не получилось. Я поздравляю вас с победой в плане того, что если вы ещё раз внимательно посмотрите, вот эта монотонность, она всё равно у вас ушла. Тут немножко другой голос, тут немножко другой темпоритм. Вот здесь очень важно, темпоритм у вас немножко изменился, мы сегодня как раз будем работать с вашим темпоритмом в разных вариациях, чтобы вам было легче немножко это всё понять. Молодец! Вот я скажу, что здесь ты всё равно молодец, Вадим. Кстати, я предварительно даже посмотрел какой-то ролик, где было написано там, ну, что-то типа, три простых упражнения, как читать рэп, ну, для рэперов таких начинающих. Вот, и что интересно, два из этих трёх совпадали с тем, что вы мне давали. Да? А конкретно, если что, я вам давала? Ну, вот губы, губы разминать, вот это вот, например. Например, вот, языком, щёлку. И третье упражнение, значит, попытаться прочитать этот рэп сначала с закрытыми губами, как бы вот преодолевая вот эту преграду. То есть, вот как-то так он. Да-да-да-да, замечательно. Так, теперь, Вадим, скажите мне честно, вы сделали упражнение по дыханию перед нашим занятием? Ой, нет, забыл. Я вообще сейчас... Ничего страшного, сейчас мы быстро... Полный бардак у меня в жизни. Полного бардака не бывает. Вы сами... Это моя, конечно. Сами мы всё делаем и сами, собственно говоря, выдаём реакцию на то, что с нами происходит. Жертвы, так сказать. Кстати, да, вот не надо никогда жаловаться. Строите себя жертвы. Я в последнее время очень сильно это у себя пытаюсь проработать. Вот, и там книги читаю, психологом занимался. Сейчас просто перестал опять же никогда. Вот, и было ещё такое задание, вы, может, забыли. Три победы в жизни вспомнить. Так. Вот, и у меня, я вспоминал три победы, и... Ну, вообще, самая главная моя победа, это то, что я выжил, это то, что я дожил до 40 лет. Я просто долго, опять же, вы не психолог, вам зачем это? Могу только сказать, что очень многие люди до сих пор удивляются, что я дожил. У меня был такой период в жизни, очень трудный. И там, в общем, как меня не убили, это... Ну, там, правда, люди вступились кое-какие. Вот, даже по большому счёту, наверное, из жалости. Чисто. Но, тем не менее, как-то вот сам факт, что я вот живой, уже победа. Да? Вот. То, что вот, наверное, второе, я образование получил там в школе, опять же, как-то мне было трудно в школе, я в очень специфических условиях вырос. Там такая рабочая крестьянская школа, где там деревенские детвора там, которые там, не знаю, сидя перед учительницей, в носу ковыряли. И тут я такой интеллигентный мальчик, там, со знанием математики и всё такое. Вот, отличник, физико-математический класс, меня потом перевели в другой. Это было уже в старших классах. В общем, там и в институте тоже были проблемы. Вот. Ну, и третье, вот я думал, думал, и тут меня прям осенило, прям шандарахнул. Я, может, очень плохо, пока что, как очень колченого, но иду самостоятельно по жизни, пытаюсь даже стать кем-то, ну, такое немножко громкое слово, но кем-то даже типа бизнесмена. То есть, вот, пытаюсь вот как-то своим самостоятельно абсолютно зарабатывать. Я сейчас не работаю ни на кого. А вот, правда, не очень удачно, да, и с трудом там ищу клиентов. Но всё-таки это попытка стать вот абсолютно самостоятельным. Абсолютно такое самостоятельное плавание, которое пока что там, пока что очень такое плохое плавание, там, с зачерпыванием воды, да, и кручением на одном месте. И тем не менее, я как-то пока справляюсь. Вот. Нашёл кучу. Нашёл. Вообще, я вспомнил людей, которых там, я не знаю, никогда бы не подумал, что я всегда мне казалось, что у меня буквально 2-3 человека, к которым я могу обратиться и о чём-то их попросить. Когда приспичило, я вспомнил таких там чуть ли не 20-30. Там, поднял контакт людей, с которыми там по 5 лет, там, я их давным-давно забыл. И не то, что они меня, я их. Вот. И я им там написал, там, попросил там и помощи, и совета. Вадим, вы молодец. Спасибо, что вы мне сказали о трёх своих победах. Единственное, что, когда вы в следующий раз будете рассказывать о своих победах, убирайте вот это, но вот там с зачёрпыванием воды и так далее. Просто смотрите, у меня, я бизнесмен сейчас. Всё, я бизнесмен. Мозг пусть привыкает к тому, что вы бизнесмен. Представляете, 40 лет нейроны там у вас липлись, что я работаю на дядю, на тётю и так далее и тому подобное. Вдруг мозгу, так, я бизнесмен. Ага, ну давай уж скажем, что ну что ли. Я бизнесмен. Всё. Я делаю свою работу. Видите, какой вы молодец. Так что убирайте но. Это опять же комплекс жертвы. Да, но вот так вот нет. Нет, я бизнесмен. Всё, остальное у меня не идёт. Извините меня за мой французский. Так, поехали с вами. Вот с чего сразу же. Немножечко разомнёмся, да, и пойдём по нашему замечательному уроку. Давайте на следующее. Я вам сегодня не дам ни одного домашнего задания, кроме соберитесь, пожалуйста, и до пятницы пропечатайте свой один урок. Хорошо? Если вы его напечатаете, мы с вами его проговорим, мы снимем роль. То есть у нас в конце будет какой-то хороший продукт, который вы сможете сравнить с другими своими видеозаписами. Хорошо? Чтобы мы могли что-то сравнить, поэтому давайте мы с вами уберёмся. Так, теперь поехали. Дышим животом, руку кладём на живот, надо постараться нам дышать именно животом. Пять вздохов сделали, да, сошли ручки затем на ребра и тоже попробовали сделать ребра пять вздохов. У нас замечательная челюсть, да, челюсть вниз. Пробуем её кидать до конца. Быстро только делаем. Вниз-вверх, 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 темпорит. Во, во, во. Отлично. Дальше поехали. Сделаем быстро язычок. Он у нас разбрялся. Затем давайте мы с вами челюсть немного покрутим. Вправо, влево. Она у нас вперёд вышла, челюсть вперёд. Ага. Вправо покрутили. Сделаем. Ага. Теперь давайте губками немножко. Чтобы у нас трубочку улыбнулись. Ну, выкинули. Угу. Теперь давайте мы с вами немножко голову нашу сделаем, да? То есть просто упражнение, да? И руковые движения. Да. Вот. То есть, смотрите, у нас с вами сейчас кровь пришла. Кровь пришла сюда. Кровь пришла сюда. И, в принципе, у нас есть дыхание. Итак, теперь что мы с вами делаем? Опять. А. У. 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 Вот. И у вас получился, получился звук. А нам надо, то есть, вернее, буква. А нам надо звук. И. И. То есть, смотрите. А. У. У. И. И. У меня звук идет, а не буква. А. О. У. У. И. У вас буквы идут. Вначале особенно. А. Мы ставим три пальца. Вы даже можете перед зеркалом дома сделать. Три пальца. А. У нас челюсть прямо должна хорошо открываться. А. А. Угу. А. А. О. У. У. И. И. И получилось, видите? И. А нам надо. И. 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 У нас даже не сам И получается. У нас получается. И. 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 И когда будете тоже дома, попробуйте перед зеркалом. Смотрите прямо, чтобы у вас здесь. Мышцы ходили. Вот если ходить на фитнес, да? У нас работают, когда, если правильно, если хороший фитнес-тренер, к сожалению, у нас одно говно фитнес-тренеров, да, большинство, он даже, когда вы будете руку качать, он будет говорить, чувствуете, какая мышца работает. Потому что не та может мышца работать, и все, вы не будете не бицепсы качать, а вообще ничего не будете качать, скажем так. Вот. Ну, ладно. Поэтому, когда будете работать перед зеркалом. О. 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 Вот прямо смотрите, как у вас мышцы, чувствуйте их прямо внутри, чтобы у нас звук с вами выходил. Теперь. Тадита-тадитя. Тадито-тадитё. Тадитё. Тадито-тадитё. Ну, я так и сказал. Тадито-тадитё. Ну, только побыстрее немножко. Тадите-тадите. Тадиту-тадитю. Тадиты-тадити. Так, и немножко можно теперь нам с вами погрубее все это сказать? Представим, что мы какой-нибудь некий такой бандит, который разговаривает с нами вот так. Та дита, та дитя. Та дита, та дитё. То есть наезжайте на меня сейчас немножко. Наша задача наехать на меня. Та дита, та дитя. Та диту, та дитё. Та дитэ, та дитэ. Та диту, та дитю. Та диты, та дити. А не бойтесь, немножечко не бойтесь, я-то вам ничего не сделаю, собственно говоря, да? Молодцы, следующее поехали. То есть наезжаем на меня, ясно это? Так, теперь поехали. Следующее тоже опять же говорите, но с наездом на меня. Потом попробуем с вами быстро это всё проговорить вместе. Давайте. Вот тут будут работать вот эти мышцы как раз, которые мы сейчас с вами разрабатываем. Пробуем пока. Отлично. А теперь всё вместе быстро и с наездом. То есть начиная, та дита, та дитя. Наезд, наезд прям. Переиграйте сейчас. Представьте, что у вас прямо ствол. И если я вам сейчас не скажу, где сшит миллион долларов, вы меня просто можете застрелить. Я бандит, я крутой. Хочешь? Я вытерплю всё, поверьте мне. Молодец. Умница. Молодец. Можешь же быстро говорить. Супер. Я прям горжусь тобой сегодня. Мы сейчас это упражнение будем произносить очень быстро. Четыре раза каждый столбик на одном дыхании. Начнём вот с этого столбика. Нам надо произнести четыре раза на одном дыхании. То есть это нам надо будет делать очень быстро. Но там я потом это добавлю, и это будет увеличиваться. Увеличиваться. Вот это упражнение вам вообще замечательно делать, потому что темпоритм здесь хотите, не хотите, надо будет увеличить, потому что надо сделать это четыре раза на одном дыхании. Это понятно? Попробуете? Сейчас попробую, да. Подучи, лодочи, кодычи, щёдочи. Подучи, лодочи, кодычи, щёдочки. Подучи, лодочи, кодычи, щёдочи. Подучи, лодочи, кодычи, щёдочи. Ага, то есть не хватило. Первое. Почему? Мы грудью взяли. Поднимаете? У нас на самом деле в животе намного больше воздуха. Да, поэтому давайте я попробую. Так, набираю воздух в живот. Кодочи, лодочи, кодочи, щёдочи, кодочи, кодочи, щёдочи, подочи, лодочи, кодочи, щёдочи, подочи, лодочи, кодочи, щёдочи. И у меня ещё осталось. А мы ещё будем прибавлять с вами. То есть ещё будут у нас с вами столбцы. Это только начало. Но у меня остался запас воздуха. Поэтому смотрите, чтобы вам успеть, вам надо это быстро все говорить. То есть наш темпоритм увеличивается на максимум, мы его ставим. Давайте пробуем. Грудь. Мы грудью опять воздух взяли. Давайте подышим опять на живот, кладем и пробуем дышать. То есть живот у нас, вы сами просто его можете выпить сначала вперед до максимума, чтобы он был такой уродливый, красивый, как будто я обожрался там. А потом прямо до позвоночника мы его туда внутрь убираем, и мы хотим или не хотим, у нас воздух оттуда выйдет. Пробуем. Нет, шутка не пошла. Грудь. Грудь. Шивот выпечите, попробуйте. Я пробую. Вот, давайте. Подычи. Подычи, лодычи, кодычи, щедычи. Подычи, лодычи, кодычи, щедычи. Подычи, лодычи, кодычи, щедычи. Подычи, лодычи, кодычи, щедычи. Ура! Хватило ведь? Мы молодцы. Мы просто молодцы. Мы супермены просто. Но теперь давайте попробуем еще раз. Мы сейчас, наверное, не пойдем на все эти. Давайте попробуем еще раз, но побыстрее. Хорошо? Молодец! Умница! Так, я потом тогда... Давайте так. Но вы же дома опять не будете делать. Ладно, мы вернемся к этому упражнению. Может быть, в конце. Давайте мы сейчас с вами прочитаем быстро и интонационно. То есть не просто так. Сейчас я вам вышлю скороговорки, которые мы с вами прочитаем быстро и интонационно. Наша задача прочитать быстро. Мы сейчас все с вами будем быстро делать, потому что мы с вами очень медленно говорим. Поэтому, почему я говорю, пропишите то видео, которое будем снимать. Мы его можем прочитать быстрее. Не с нашим любимым темпоритмом. Я даже придумал, у меня вот с непривычки никак не могу взяться. Но как и любая вот новая работа, совершенно не могу с непривычки за нее, вот не знаю, к чему подступиться. У меня гениальная мысль пришла в голову. Я давно там критикую один ролик в интернете. Там человек решил задачу, а он такой там якобы репетитор, там все. Он из этого, из какого-то московского вуза. А он решил ее плохо. Я прям пересниму этот ролик, решу по-своему. То есть мне даже не надо самому что-то придумать. Я возьму имеющийся ролик, напишу его сценарий. Так же можно, да? Да. Как бы сценарий. И попытаюсь снять свой такой же. Только получше. Вы можете даже теги поставить на него. Чтобы при... Когда набирает это видео, оно выходит, чтобы у вас тоже видео выходило. Я тоже так делала несколько роликов, переснимала. Когда вижу, что человек говорит информацию. Эта информация совершенно, ну, не для чего. Я пересняла так тоже один ролик. Поэтому делайте, конечно. Делайте свою репутацию за счет другого человека. Почему бы и нет? Все, как говорится, все хорошо, если это хорошо для меня. То есть если я получу популярность. Так, поехали. Обязательно интонационно. То есть не просто король-орел, орел-король, да? Но у нас же король-орел, орел-король. Да ведь? А теперь король-орел, орел-король. Поехали. Король-орел, орел-король. А теперь поднимите, поставьте на пьедестал вот этого короля. Король-орел, орел-король. Король-орел, орел-король. Ну, понимаете, это такой бравый мужик, у которого все получается. Он и в воздухе может быть орлом. Король-орел, и король прям может победить всех и вся. Вот горжусь этим королем. Давайте попробуем еще раз. Король-орел. Орел-король. Молодец. Вот, вот. Так. Теперь смотрите. Мавр в лувре, в лавровом венке. То есть, мавр не просто в лувре, он еще в лавровом венке. Давайте погордимся этим мавром. Мавр в лувре, в лавровом венке. Мавр в лувре, в лавровом венке. Теперь побыстрее. Лавр в лувре. Мавр. Мавр в лувре, в лавровом венке. А молодец. А вот тут мы сейчас будем с вами продавать. Купи-ки-пупик. Купи-ки-пупик. Купите-ки-пупик. Купите-ки-пупик. Можно так сказать. Не купи-ки-пупик, а можно купи-ки-пупик. Купики-пупик, купики-пупик Ну, купики-пупик Давай, поехали, попробуем Так Купики-пупик Купики-пупик Вот у нас тут с вами работает Вот губы у нас тут с вами Вот эта вот часть очень сильно работает Если она у нас накачанная, то будет классно Если она у нас, соответственно, не накачанная То будет не классно Я вот сейчас даже смотрю Всякие там передачи по телевизору Вот совершенно другими глазами Я обращаю внимание, как люди Актеры, телеведущие Как они разговаривают Так, Купики Пупик Купики Пупик Купики Пупик Молодец Молодец Купики Пупик Молодец Вадим, я сегодня просто тобой горжусь Теперь смотри, у меня огромная просьба Вот эти вот упражнения Которые я сейчас тебе в скайп скинула Ты просто хотя бы утречком зашел Вот это все проговорил Закрыл, дальше пошел Хорошо? Это как зарядка 10 минут Вот как ты сейчас, я думаю, стоишь на планке по утрам Начал, допустим, с 30 секунд Потом на минуту У меня самый большой результат был 5 минут Представляешь? Не представляю Я на конкурсе участвовала Там 3 девочки было Причем 2 из них ходят в фитнес И одна, вот это называется неправильный тренер Одна простояла дольше, чем меня Но она стояла неправильно Я потом даже вот встала Я уже видела, как она стоит Я стояла на носочках, на ногах И мне 40 с лишним лет А ей там 25 человек Первое стоит неправильно Второе Но она простояла, конечно, больше, чем я Потому что у нее прогнуто вот так Там была я похожа Так, поехали дальше Так, мы знаем с вами, наша Таня громко плачет Знаем ведь? Ну да, что-то пропоминаю И сейчас наша Таня громко Давайте лучше ехал грека через реку Видит грека в реке Рак Это тоже ведь знаем, правильно? Это знаю, да Поэтому сейчас мы с вами попробуем эту скороговорку Шепотом То есть ваша задача Рассказать ее мне Шепотом Ехал грека через реку Это ваш вопрос А мне нужен шепот Ехал грека Шепот Вот смотрите Попробуйте вот так Даже когда будете говорить Руку поставить У вас горячее дыхание поет Ехал грека Кстати, почему-то вспомнилось Что вот я где-то слышал Что вот всяких там вот Ну людей Некоторых Которые там В общем должны что-то скрытно делать Их специально тренируют Потому что на самом деле Шепот не такой уж тихий Каким кажется Шепот на самом деле Очень хорошо слышен Далеко А чтобы тебя действительно не услышали Надо бормотать Некоторых людей прям тренируют Бормотать На ухо Например Смотрите Когда я сейчас Чтобы вы сказали шепотом И чтобы вы прямо почувствовали Горячее дыхание Теплое Вот это наша задача Вот в нашем шепоте Чтобы у нас пошел Горячий воздух из нас Опять же Это мы берем животом Ехал грека через реку Видит грека в реке Рак Сунул грека в реку Руку в реку Рак за руку Креку цап А потом Посмотрите это видео Да Вот до звонка Вы делали все правильно После звонка У вас Стало все неправильно Но ничего страшного Вы сейчас можете громко сказать У вас там кто-то есть Вы никому не помешаете сейчас А нет Поэтому сейчас Очень громко Хорошо? Ехал грек Это не громко Через реку Это не громко Ну-ка максимально громко Ехал грека через реку Ехал грека через реку Видит грека в реке Рак Сунул грека в руку В реку Нет Руку в реку Рак за руку Греку цап Что ж мы на второй части Все время к низу-то уходим А? У нас только последняя строчка Мы точку ставим Только последней строчкой Сложное длинное стихотворение Это ничего Давайте громко Слышь Давайте пока не сделайте Громко не отстану Ехал грека через реку Громче Грека в реке Рак Сунул грека руку В реку Грек за руку Греку цап Ну-ка крикните прямо Рак за руку Греку цап Рак за руку Греку цап А вот теперь тоже Посмотрите это видео Как вы чисто сказали Последнюю строчку Без запинки Без всяких Эмэ И без всяких Каш во рту Все четко Ясно и понятно Теперь у нас с вами Будет пулеметная очередь Слушаем меня Значит Ехал грека через реку Подожди Ехал грека через реку Сунул грека Ага Ехал грека через реку Видит грека в реке Рак Сунул грека руку В реку Рак за руку Грека цап Поехали Пробуем Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. А теперь еще раз попробуем. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Ну, уже, мы уже молодцы, в принципе, да. Так, со скоростью улитки, давайте скажем первые две строчки со скоростью улитки. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Ну, я думаю, что это вам можно было не давать, вы это отлично умеете говорить. Так, теперь как будто вы замерзли. Говорим так, как будто мы с вами замерзли. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Дальше, дальше, дальше. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Так, что у нас все время страдает вторая часть нашей замечательной скороговорки, да. Давайте-ка мы с вами постараемся работать до конца. Отлично, теперь горячая картошка. Как будто у нас во рту с вами горячая картошка. Въехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека в руку в реку, рак за руку греку цап. А теперь как трехлетний ребенок? Да я не знаю, как у меня. Правда, племянник ему как раз года четыре. Но я не знаю, как трехлетний. Обычно он разговаривает неплохо. Но подставим, что мы маленький ребенок. Нам надо прочитать, ехал грека через реку. Это какая-то капризная девочка, по-моему. Ну, у меня бы такая вот трехлетняя девочка. Или даже какая-то баба-яка капризная. Давайте попробуем. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Кстати, Вадим, ты еще и персонажа включил, который такой скромный. Типа, ну, сейчас заставили меня, ладно, я прочитаю. Молодец. У нас прямо развивается актерский талант. Видишь, какой ты молодец. Теперь как инопланетянин. Тут включай свою фантазию, воображение, все, что хочешь. Мне главное, чтобы ты прочитал как инопланетянин. Ну, как этот, как крыс, наверное, из этих. Как хочешь, как хочешь. Как там он-то назывался-то. Я приму любого инопланетянина. Да, да. Но я сейчас вспоминаю, как в этом фильме-то фантастическом детском, там был инопланетянин-крыс. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека в руку, в реку, руку греку цап. Ну, что-то так. Вот. А можно было вообще молча прочитать? Можем? Можем. Мы же инопланетяне. Мы можем так. Даже не обязательно на ртом, да? Я могу так прочитать. Я инопланетянин, я все, что хочу, как хочу, да? Поэтому я сказала, включайте свою фантазию, включайте свое воображение. Молодец. Так. Следующее. А. Мы с тобой делали. Давай так. Сейчас там по ритму сделаем последнее с тобой упражнение. Мы представим сейчас, что мы с тобой выходим из дома. Нет, давай с дождя начнем, да? Дождь, потом перейдем на... Ой. Град. Хорошо? Град у нас, он тяжелее падает, правильно? Если дождь у нас будет кап-кап, да, то град, он будет... Кап-кап. Немножко посложнее мы увеличим. Теперь смотри, как у нас начинается дождь капать. Поехали. Будем произносить просто звук кап. Кап-кап-кап-кап. Подожди, начинается медленно. То есть медленно у нас такой ритм. Кап-кап-кап. Увеличиваем. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Пошел, пошел. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап Кап, 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 кап. Ну-ка попробуй теперь сделать так упражнение. Давай. Молодец! Я с тобой как будто тут родила сразу. Так, теперь смотри, теперь мы сделаем еще, мы как будто из дома выходим, использовать будем раз-два, то есть будем говорить раз-два, раз-два, да? Вот смотри, сейчас мы будем, как бы мы одеваемся перед дверью, потом мы выходим на площадку, потом мы спускаемся по лестнице, идем по улице, заходим в парк и бежим уже по дороге, бежим на раз-два, хорошо? Пошли вместе со мной. Раз-два, 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 выходим на площадку, раз-два, бежим по лестнице, раз-два. Раз-два, 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 раз-д раз два 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 то есть пошли уже да давай теперь без меня попробуй полностью сделать это упражнение раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-д два молодец умничка единственное что лестница раз-два 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 ну-ка попробуй еще раз лестницу раз-два 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 молодец умница итак твои сегодня победы о я не знаю какие победы чертю за поведу такие осмыслями него но вот да вот даже не знаю как много можно выделить побед но не бросается в глаза что мне даже вот как-то говорить свободнее хоть приучаюсь хоть говорить свободно вот не зажатое у меня всю жизнь была здесь все зажато но потому что там стеснительный тому все такое там и скромный такой был какие еще победы это неделя чтобы отдохнуть немножечко да да поэтому сегодня ты очень молодец я прям тобой сегодня горжусь я был несколько дней какой-то упадок сил сейчас может то ли то ли что-то я перенес может на ногах то ли что сейчас у да сейчас бодрость какая-то относительная делай прямо упражнением вот это а у и перед видеть как у тебя мышцы работают потом вот эти если упражнение хотя бы пять минут утром будешь к этому вот это вот делать то будешь молодец большим то есть еще лучше начнешь быстрее разговаривать понятно за занятие у меня огромная просьба в пятницу написать мне урок который будем снимать и делать чтобы нам ему концу нашего обучения да это у нас осталось сегодня у нас по-моему было пятое занятие до сегодня у нас было пятое занятие то есть у нас осталось три урока чтобы мы прямо на восьмом уроке сказали вау вот наше готовое видео хорошо все благодарю тебя огромнейшего хорошего тебе дня и спасибо спасибо до свидания